Всем привет, дорогие друзья! Привет! Добро пожаловать на наш Мукбанк-канал! Вот этот цветочек! Ой! Сегодня у нас вот такая красота! Это беляши! Вот так они выглядят, посмотрите, с дырочкой! С Алексея стороны у нас капуста маринованная, видно её? С моей стороны огурцы в томатном соусе. Вот, ссылки на рецепт капусты, беляшей и огурцов мы вам оставим внизу в описании под этим видео. Переходите на наш основной кулинарный канал, готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. А мы будем пробовать. Хрустяще! Хрустяще! Нежное тесто! Хрустяще, а тесто какое мягкое! Обалденное! Тесто много, как мне сказал Миша, да? Но оно такое вкусное, что это даже плюс, да? Чаёх и запивай! Фарш сочный! Я показывала на кулинарном канале, насколько сочный фарш. В меру солёный, полностью пропёкся. Вот, очень важно жарить беляши на среднем огне. Это важно для того, чтобы фарш полностью прожарился. Да, прожаренный фарш? Да, прожаренный фарш. Угу. Вкуснятина! Запиваем чаем с лимоном, у меня мёд, у Алексея сахар. Что может быть лучше, да? Угу. Вкусно! Беляши, чаёха и салатчики. Я оставил в тамбое, раньше все, кто приезжал, ездили к рынку, чтобы попробовать. Что? Беляши. Почему-то там считались они очень хорошими. Ну как? Ты их пробовал тоже? Пробовал, да. Ну как с рыночами? Ну они там другой формы, во-первых, классическая. Угу. Ну такие, по-моему, такая форма, это татарский вариант. Не могу ничего пускать. Угу. Но мне там, там же у рынка больше нравились чебуреки. Угу. Не знаю, почему. Они, чебуреки более хрустящие, наверное. Молее тонкое тесто. Да, может быть. Но они там огромные. И там еще, знаете, как это? На солнышко смотришь, такой огромный чебурек. А здесь такое маленькое мясо вот где-то. Семеншечка. Так. Сегодня у нас на момент выхода видео 21 января. И у нас есть приветики. Сейчас скажу. Марина Мхитарян. Вам огромный привет. Привет. И просят Мариночка поздравить Леночку, у которой 21 января день рождения. Леночка, поздравляем вас с днем рождения. Всего вам самого наилучшего. Здоровья, счастья, благополучия, успехов во всем. Будьте здоровы. С днем рождения. Всего вам хорошего. У нас еще вопросик есть. Слушайте, вкусно. Кисло-сладенький такой этот. Нежные чебуреки. Кисло-сладенький чай у меня. Нежные чебуреки. Это счастье. Так. Ксана Бакали. Баколи. Правильно ли я читаю? Тут еще китайские иероглифы прочесть. Я их не возьмусь. Привет из Китая, Гуанчжоу. О, нас даже в Китае смотрят. Приветик огромный. Привет. Приятного аппетита. Спасибо. Вам тоже желаем. Всем приятного аппетита. Я новенькая на вашем канале. Вопрос. В каких странах вы были? И что или какие традиции вас больше удивили? Были мы во многих странах. Лучше всего изучили и поездили по Болгарии и по Турции. Чуть-чуть познакомились с Грузией. Несколько дней там были. И проездом были во многих странах. А, еще во Вьетнаме мы отдыхали. А проездом мы были в Белоруссии, Брест там посетили, потом Венгрия, Словакия, Польша, Сербия, Румыния. Все перечислила? В Болгарии. Да. Ну и, естественно, Узбекистан и Азербайджан. Я была в Узбекистане, Алексей был в Азербайджане, потому что мы там родились. Да. Вот. Что у нас больше всего там? Ну, мы Болгарию как-то это действительно много поглядели. Поглядели, из традиций нам рассказал, наши знакомые рассказали, как там крещение проходит, например. Мы были, они лично присутствовали и вообще жили какое-то время в пригородном городке, ой, пригородном, приморском городке. И, говорит, на крещение, это на 12 дней раньше, чем у нас происходит, соответственно, 7 января, так же, как у них Рождество на 12 дней сдвинуто, так же у них сдвинуто и крещение. Вот. Выходит батюшка на берег моря. Оно, естественно, не замерзшее. В январе там, конечно, не очень тепло, но море не замерзает. Да. Может оно соленое. Как на нашем юге, как в Краснодарском крае, да? Ну, примерно. Вот. Выходит батюшка, читает там молитву, все дела. И потом у него крест специальный, бросает его в море. И за этим крестом бросается толпа молодых ребят. Угу. Ну, такие в плавках они все. Иногда кто-то бывает там в майке что-то. Обычно просто в плавках. И быстрее плывут, кто быстрее поймает этот крест. Крест-то нашли. Поймали. Поймали, поцеловали. Он, скорее всего, он деревянный. Потому что если он на дно упадет, там потом на дне, где его искать. Ну, да. Вот. И позаловали, или просто передают потом, все целуют там туда-сюда и приносят батюшке. Либо бросает просто в море, и другой кто-то доплывает, ловит. И то же самое передает следующему. И таким образом они такое вот, так сказать, так проходят крещение в Болгарии. Кстати, я видел тоже крещение не в Приморском городе, там по-другому. У них в городке протекает речка, и выходит куча народу. Тоже батюшка кидает крест в эту реку. И это был не Приморский город, там холоднее, и там лёд, этот, как сказать, такая каша из снега, всё это. И куча народа там ныряет. Единственное, что они более тепло одеты, с одной стороны. С другой стороны, ты в воду упадёшь. Какой смысл тебе одеваться? Да, в тёплой одежде смысла мало. Ну, в общем, они тоже там в этой воде крест этот ловятся, луют туда-сюда, песни, пляски. Самое интересное, что потом, когда выходят на берег, вот, рассказывали наши знакомые. Выходят на берег ребята с крестом, отдают его батюшке. А на берегу местные жители, в том числе, там, предприниматели местные, накрывают столы такие, там, ну, и всех угощают вином, крепкими напитками алкогольными. Суп, по-моему, там даже был. Чай, может быть, да, суп, бульон, то есть, прям вот, всех угощают, начинают угощать. В первую очередь, вот эти ребята, которые в море, там, прыгали, ныряли, так сказать, их и так далее, там. Такой праздник интересный, на наш совсем не похож. Вот, и хотя у нас тоже окунаются в прорубь, да, но там вот по-другому сделано. И все это происходит днем. У нас крещение проходит ночью, то есть, ночь глубокая, темнота, и вот приходят, опускаются. А там все проходит днем. Потом, что еще такого интересного? Про эти мы, помнишь, рассказывали нам про то, как проходят у них праздники? Приходишь ты на праздник. Тебе наливают ракию. Наливают ракию. Ракия – это аналог чачи. Это крепкий алкогольный напиток, изготовленный вот из винограда. Наливают ракию. Потом идет пиво, вино, шампанское, ракия, вино, пиво, шампанское. Они понижают градусы и не заморачиваются. При том, что если русский человек так сделает, то это будет очень-очень такая шокирующая картинка, да? Вот. А болгары вполне себя адекватно ведут. Никто там не буянит, не дерется, ничего там не выступает. Нет, вполне себе такие нормальные остаются. Ну да. После таких экспериментов. На Новый год тоже наши знакомые на Новый год там круглогодично какое-то время там жили. И рассказывали, как проходит Новый год тоже. Куранты. Кстати, они там и по-российски, российский Новый год по-московски встречают, да? Тоже прям вот. Тоже Путина смотрят. Да, там кафе, я так поняла, чуть ли не одно, да, работает из всех. По-моему, да, чуть ли не одно, оно остаётся на зиму. Да, и все люди туда, значит, которые остались зимовать в этом посёлке, значит, туда приходят на Новый год, гуляют, выпивают, едят. Потом Путина смотрят, путинскую речь смотрят, куранты. Вот. Начинают целоваться, потом все танцевать ещё. Как у них это называется, танец национальный? Такой, как это, аналог нашего хоровода, только он не сцеплённый, а такой вот о них, как змейка ходит вот так вот о них. Змейка и ногами. Да, и ногами как-то представляет. Очень интересно смотрится на площади. Был день города, в котором мы были летом. Огромная, такая большая площадь, не то, чтобы огромная, но большая площадь, такая. Куча народу там стоит, музыка играет. Играет какая-то, видимо, популярная болгарская мелодия. Для нас это загадка, но им нравится. Вот, что логично, собственно говоря. И начинают такими маленькими хвостиками, там, по три человека, по четыре, по пять, так вот, потихонечку танцевать. При этом, ну, танцуют, и там соседи, давай, типа, присоединяйся. Он присоединяется, с одной стороны присоединяется, с другой стороны. И вот так они там. В итоге треть толпы танцуют. Пляшут они, пляшут. Потом раз, бывает, такой червячок, такой маленький, знаете, как играют червячки, да, так оно называется. Раз, какой-то с другим свяжется, так же соединится. И уже толпа, там, человек из двадцати начинает так вот танцевать. И в итоге мы смотрим на площади, танцуют. Сперва танцевало, там, один хвостик, второй, третий, четвертый, пятый. Потом видим, что уже это все сцепилось в один хоровод, там, человек из ста, наверное. Плюс там еще кто-то отдельно танцует. Ну, в общем, в итоге таких танцующих, наверное, человек под двести было. Вот таким, знаете, живым паровозиком или как червячком. Вот игра червячок такой была в этом, в компьютерах, в телефонах наших. Тоже интересно смотреть. Ну, это национальные, так сказать, не то, чтобы традиции, а национальные танцы, да, получается. И они спокойно, вот этот танц тоже в ресторанчиках сидят, в ресторанчиках. Настроение приподнятое. Стань, пошли танцевать. Ну, и всех, кто есть в ресторане, всех зовут. Маленьких, больших, взрослых, иностранцев, всех зовут. А во Вьетнаме нам так удивило, даже не то, чтобы понравилось или не понравилось, удивило, да, традиция, что когда во Вьетнаме наступает там родительский день, ну, когда они должны прийти на кладбище к своим умершим родственникам, они приносят либо нарисованные, распечатанные, специально продают даже их, не просто вот они где-то дома нарисовали, вот, или распечатали, специально продают, продают на картоне нарисованные всякие байки, одежду, бытовую технику, вот. И когда люди приходят на кладбище, сжигают это всё, приносят и сжигают это всё, они вот абсолютно убеждены в том, что это всё попадает на небеса к их родственнику, и у их родственника новый байк, новый телевизор, новые там одежда, обувь, и таким образом они вот приносят и делают такой ритуал. Да, или там есть места поклонения какие-то, да, вот там такие популярные, и мы приехали, там какое-то там дерево стояло, потом этих рыбок кормили, и там огромная такая куча таких вот, они так упакованы ещё, вот эти листочки с всякой одеждой и так далее, таких, как коробочков, и такая целая прям гора лежит в какой-то чаше или вазе, в какое-то такое, ну, что-то какое-то такое, такое сооружение, и наш гид, который сопровождал нас вот в эту поездку, там она была такая, по полдня, да, примерно она была, вот, подходит, спрашивает, что, говорит, новое, говорит, это, новое привезли, будете сегодня сжигать, и там местные там вьетнамец, там, которым, видно, понимает, там уже русский язык, да, да, вот сейчас типа того там, которые им сейчас туристы уедут, и, то есть, где тут места, где не только на кладбище, но ещё там вот места какие-то святые, как назвать их там, но это не храм был, это просто было какое-то, видно, почитаемое место. А ещё в Вьетнаме вместо ёлок на Новый год наряжают мандариновые деревья, так забавно, так вообще необычно и красиво, они их очень красиво украшают красными какими-то открытками, что там ещё висит, какие-то золотые монетки, вот что-то вот такое, красно-золотой оттенок у каждого мандаринового дерева, вот, и они очень-очень широко празднуют, намного, мне кажется, круче и шире празднуют, чем даже мы, Новый год. Вплоть до того, что просто бросают работу или отпрашиваются с работы и уходят на неделю, вообще не работают. Работодатель русский говорит, нет, нельзя, не отпускаю, самые-самые деньги, туристов полно, а они убегают, говорит, с работы. Работу бросают, убегают. Напишите нам, у нас много зрителей с разных стран, какие у вас необычные обычаи, обычаи, традиции, вернее, не то чтобы необычные, а отличные от наших советских, да, традиций? От российских, да. От российских, да, обычаев, традиций, очень было бы интересно. Вот, что ещё? А ещё во Вьетнаме есть так называемая, по-моему, в Испании тоже есть, да, но мы в Испании не были, мы были во Вьетнаме, мы прямо это видели своими глазами. Фиеста. Короче, вьетнамцы очень... Сиеста. Сиеста. Фиеста – это праздник, а сиеста – это полуденный отдых. Вьетнамцы очень-очень рано просыпаются, и вьетнамцы являются очень трудолюбивым народом. Они много работают, но когда приходит обеденное время, это в районе 12 часов, часа дня, вот, им хочется спать. И они, неважно, где бы ни находились, они ложатся и спят. Мы однажды проходили мимо магазина со стеклянными дверями, стенками, вот, и там на ленте, куда выкладывается товар, спала девушка. На пляже тоже, помнишь, бабушка шла, кокосы продавала, продавала, легла и спит. Прям вот недалеко от меня лежит и спит, ну, где-то с полчасика она поспала, а потом проснулась, а у них такие эти шапочки треугольные, шапочку свою перевернула, из карманов деньги достала, деньги пересчитала, то есть она ходит кокосы продаёт и ещё знает, сколько у неё в кармане денег, понимаешь? Не просто же она пересчитала их? Не знаю, может, просто. Ну, может, просто. Ну, короче, факт, что она деньги... Пока сижу, заодно и деньги пересчитаю. Факт, что, да, деньги пересчитала, взяла свой пакет с кокосами и пошла дальше их продавать. Лёла, что ещё там интересного было? Эти мотороллеры тоже, вот это движение, которое не регулируется светофорами фактически, когда просто ты переходишь улицу, нам сразу сказали, что ты когда идёшь по пешеходному переходу, ты поглядывай на них, но ты самое главное, держи ритм, вот ты вот ровно идёшь, не убыстряйся, не ускоряйся, не тормози, потому что ты идёшь, а все остальные участники движения тебя видят и тебя объедут, и всё. Хотя нам рассказывали, там, поднимите руку, что-то там туда-сюда, да, китайцы пытались руку поднимать, никто на них внимания не обращает, едут, хотя не думаю, что китайцы должны были бы сильно пугаться этому, потому что они тоже живут в таких больших городах, тоже там у них активное движение, много народу. И тоже там байки? Байки, велосипеды там в Китае тоже очень много. Я думаю, что вот наша зрительница наверняка подтвердит эту информацию. А во Вьетнаме просто на тебя никак не реагируют. Ты идёшь к пешеходному переходу, ну иди на здоровье, ты это самое. Идёшь просто вот не спеша, и все тебя объедут. Машины эти, как там, мотороллеры. И они там просто, они рекой. Я как-то, мы на автобусе передвигались по Нячангу, там, в разные места, в таком, ну, на городском. Что-то тут стоит недорого. А в автобусе одни туристы, остальные все на мотороллерах снаружи ездят. Вот, и мы сидим на остановке, ждём автобус, чтобы вернуться там обратно, или куда мы ехали. И я просто взял телефон. Ну, не то, что прям красивый вид, ну, так вот, вид какой-то был по улице. Я просто беру, фоткаю, потом смотрю на него и вижу, что в кадре где-то мотороллеров 50, наверное. Это только в одну сторону, а не на меня еют эти мотороллеры. А если приглядеться, там такая разделительная полоса каких-то деревьев, кустов. И там ещё за этим кустами те, кто от меня еют, ещё штук 20, просто они вот там хуже видны. Короче, там... И я сестре отправляю, она такая, это, говорит, что такое, у нас съезд байкеров. Это не съезд байкеров, это просто сидим на улице на автобусной остановке. Да, обычная, да, это самое. Там вот эти вот байки ездят просто вот в режиме нон-стоп, ты даже не найдёшь вот какого-то там секундного, несколько секундного перерыва, чтобы пробежать дорогу. Они постоянно, их там столько просто. И это движение, слушайте, ну когда бы мы не вышли там к дороге, оно было всегда. Может быть, ночью как-то оно стихает, это движение, но оно прям вот утром, днём, вечером в постоянном режиме. Просто вот не найдёшь буквально пяти секунд, чтобы был перерыв между байками. Да, да. И мы как-то стояли на... Где мы стояли? Нас, наверное, ещё с аэропорта везли в гостиницу. Я в автобус остановился, там кого-то высаживал. Я смотрю на людей в толпе вот в этой. А там такое кольцо большое, разворотное. И просто едут параллельно два байка. И вот они чуть ли не спиной к дороге сидят, с другим разговаривают, там, как дела, ха-ха, ржут. То есть, они как вот в автобусе едут студенты на это самое, на учёбу, там, и там прикалываются, ржут, там, друг-друг толкают. А это то же самое, только в этом, на двух байках едут какие-то молодые вьетнамцы, там, по своим делам. И вот они там ха-ха-хи-хи-хи, перехихикиваются тоже там в этом. Но байков там море просто. Мы всё ездили, смотрели, рассматривали самостоятельно. Один раз решили купить экскурсию. Чё-то недорого стоит, 25 или 30 долларов. Ну, по-моему, 25, по-моему. 25? Да, я помню, что недорого. Но, друзья мои, мы не пожалели. Кстати, гиды, знаете, как гиды обманывают отельные? Точно такая же экскурсия у гида отельного стоит 120 долларов. Да. Вот. Но они обманывают таким образом. Например, мы ездили на водопады, экскурсия с обезьянами. Гид рассказывает, отельный гид. Отельный гид, с кем заставляют прям приходить навстречу. Не дай бог ты не придёшь навстречу с ним, да? Вот. Рассказывает, что обезьяны, куда везут вас уличные вот эти вот гиды, непривитые, голодные, дикие, на людей кидаются, кусают. А у нас они все чистенькие, все привитые, сытые, ласковые. Вплоть до такого. А потом, естественно, там с кем-то знакомишься, с кем-то общаешься, да? Какими-то там словечками перемалываешься. И потом выясняется, что везут-то они абсолютно к одним и тем же обезьянам на один и тот же остров. Да, да. Только за очень разные деньги. За очень разные деньги, в пять раз дороже у отельного гида. Поэтому не верьте отельному гиду вообще ни одному слову. Потом как-то она сказала, сколько будет стоить через них попасть в этот, в парк вот этот. Мы тут вообще... Винперл? Винперл. Мы цифру услышали, сказали, ну нафиг. А у людей спросили, они говорят, ничего, садишься на автобус, едешь на конечный, покупаешь билеты, заходишь. Ничего не надо. Автобус три копейки там, ну и входной билет значительно дешевле, чем гид предлагает тур. Только тебя туда на туристическом автобусе довезли, а это на городском доехал-то. И вся разница. А там еще на этот Винперл можно доехать морем или на подвесной дороге. Где-то там еще выбор есть. Как ты попадешь? А по-моему, только на подвесной нет, ты просто приезжаешь туда и на подвесной вот так пересекаешь море. Если на конечный, ты будешь покупать билет туда, на подвесной. А как туда еще можно? Три километра морем, над морем подвесная дорога и вот вагончики. Ты едешь с одного берега на другой. Так вкусно, еще что ли покушать? А еще внизу есть эти катерки, которые можно катеру любой этот везать в аренду. Не то, что в аренду катер целый, а то же самое. Они, в принципе, говорили, что за те же самые деньги. Приходишь, садишься на катер, тебя везут на другой берег. Угу. Ну, это уже не традиция, а ну так. Но мы на Вин Перл не стали попадать, пытаться. Потому что мы были уверены, что мы хотим вернуться во Вьетнам с детьми. И с детьми, естественно, попасть на этот Вин Перл. Да, потому что там это парк развлечений, аналог там Дисней парку, там чему еще. Угу. Детям было бы интересно. Да, да. А мы во Вьетнам ездили без детей. Ну, конечно, общее санитарное состояние города, вот Нячанга конкретно, немножко пугает, так скажем. Но при этом сколько мы там, две недели были, ни разу не траванулись. Да, но удивляем, две недели пробовали, ничего. Потому что ты идешь буквально по улице, а мимо такие ручейки вонючие протекают. Приятного аппетита. Приятного аппетита, да. И плюс еще из того, что необычного, кстати, мы не сказали про то, что в Турции поет этот... Му-Ла. Му-Ла. Му-Идзин. Му-Идзин на минорете поет песни в 4 часа утра, вот читает вот эти, как там, Коран, да. Вот, и там первые ночи мы подпрыгивали, не понимали, что происходит, а потому что лето, жарко, открываешь там окна, да, вот там у нас двери были открыты на балкон. А он поет громко через этот, через колонку еще, и весь район слышит его отлично. А потом ничего, втянулись, и вообще замечательно. Привыкли, даже не просыпались. Да, а во Вьетнаме были в, там, во-первых, в башнях были, как-то они там, Чамские башни называются. Интересно тоже, несколько башен, сохранившихся там в каких-то древнейших времен. Там очень-очень много вьетнамцев. Они там ходят, это видно, что место поклонения, они там все ходят. У всех пачки денег в руках своих этих донгов, и они вот зайдут в одну башню, там положат деньги, там какие-то, как у нас вот есть в храмах для приема, пожертвований, другую и так далее. И просто приходят, там видно, что такие, ну, не крупные банкноты, а там у них монеты, наверное, вообще нет монет. Там даже монет у них нет, у них эти, одни бумажки, бумажные деньги, потому что они там достаточно, это, маленькую ценность имеют, донг вот этот, вьетнамский. И вот они раз там пошли, всем сложили, а мы смотрим, ходим, всем интересно, там, глазеем, ничего себе. А при входе дают специальную одежду, чтобы были закрыты руки и ноги. Такие а-ля халата такие, знаете. Зашел, халат одел, посмотрел, вышел, халат повесил, пошел дальше. Ну, там на территории Будда лежащий, Будда сидящий. Стоящего не было, да? Не было, он не стоит, он на этом, ты что, я не видел стоящего Будду. И там идешь, идешь до этого лежащего Будды. Дошел, вроде Будда такой, там, раз, раз, потом на фотках смотрим, он такой огромный. Я стою возле него, там, вообще, как малыш такой, возле какой-то этой детской площадки. Он огромный просто, лежащий Будда. И потом уже жара, солнцепек, забираемся на самый верх, к этому сидящему Будде. Будде, он на самом верху сидит. И кого мы видим первыми, это кучу китайских бабушек. Тоже вскарабкались. Да, вскарабкались вперед нас еще, и там уже тусят возле него, там фоткаются и так далее. Кушай, вкусно. Вкусно? Я что-то уже наетый. Какие еще традиции мы успели подглядеть? Особо больше ничего не успели подглядеть. А, из, не то что традиций, я еще вот вспомнил, но удивило обилие, очень много гужевых повозок в Румынии. То есть, ты едешь по трассе, которая трасса, которая куча машин. Вообще, в Румынии очень много, очень, как сказать, очень много пробок постоянно у нас были. Вот сколько мы ехали, пробки, 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 пробки безостановочные. Больше, чем в Москве. Там пробки, да, больше, чем в Москве. А там, получается, ты едешь от границы, недалеко до самого, от болгарско-румынской границы, до столицы Бухарест. Там не очень далеко ехать. Ты как-то еще туда-сюда более-менее едешь, а потом у них кольцевая автодорова, как МКАД, а у них там этот БКАД, наверное, называется. Бухарестская кольцевая автодорова. Это этот БКАД, с чем его сравнить? Знаете, две полосы, одна туда, другая обратно, плохо заасфальтированная, неровная, куча перекрестков, при этом перекрестки, по-моему, даже нерегулируемые. И ты просто вот едешь, я и встал в пробку. Че стоишь? Почему стоишь? Почему не едешь? Че происходит? А там получается, что вот они стоят, две полосы, например, там одну из машин с нашей полосы надо завернуть налево, ну, в город, например, да? А там уже пробка собралась, они туда ехать не могут. И он стоит с поворотничком моргает, а тут нельзя его даже объехать. И все вот стоят, ждут, когда там, чё там. И вот на этой колесовой дороге очень много бетономешалок и всяких грузовых машин, которые вот, ну, там видно, это всё строительный бизнес, весь там вот он находится у них. Короче, мягко говоря, дурдом. Пробки там очень сильные, а тут ещё, когда ты немножко отъезжаешь от столицы, вот эти гужевые повозки начинаются. Ты едешь, едешь, раз, тук-тук, едет, что-то везёт, там сзади ещё лошадка привязана маленькая. Очень много. Это мы как-то пытались даже считать, там их, не знаю, десятки попались, пока мы ездили. И обычно, когда мы едем куда-то, я планирую, спрашиваю, вернее, нет, я через гугл-карты смотрю, сколько времени нам потребуется там с пункта А до пункта Б добраться. И в пункте Б я начинаю через там Airbnb, Booking, вот эти вот сервисы, бронировать жильё. Вот, и я когда бронировала обратную дорогу с Болгарии домой, вот, мы планировали в Румынии остановиться, ночевать, но прежде чем остановиться, ночевать, мы хотели посетить замок Бран. От Болгарии, от того места, где мы отдыхали, до замка Бран было, не помню, часов, может быть, 7, ну, может, 8. В итоге мы ехали до туда 12 часов, уже уставшие все. Даже меньше, чем по картам было время там. Меньше, может быть, да. Там при этом же была граница, румынско-болгарская, да, граница выглядела так, стоят два домика размером с контейнер строительный, знаете, который у строителей живут там, вот, туда-сюда. Подъезжаешь к этому, к одному. Болгарскую просто проезжаешь. Из окна торчит рука просто такая, как, вот, знаете, вот любят таксисты ездить, рука на улицу из окна. Паспорта дал. Рука, даёшь паспорта, он забрал их, какое-то время ты сидишь в машине, потом рука высовывается, даёт твои паспорта, ты проезжаешь до следующего такого же домика, там через 3 метра он буквально, да, стоит, они прям рядом стоят. Проезжаешь до него, такая же рука, даёшь им, там через сколько-то там, 5 минут проходит, тебе их возвращают, и ты едешь дальше. Нет, там ещё надо оплатить этот мост. Мост. А мост мы до этого оплатили. Мы сперва оплатили мост, а потом приехали к этим домикам. Да? Да, да. А там мост такой ещё, написано, стоит либо 2 лева, что равно 40 рублям, либо 2... Нет, там 80. А, 80, да. Либо 2 до... Евро. Евро, что равно там 100... 60 с чем-то. 160 рублям, да. Либо, что там ещё, 2 лея, наверное, румынских, да? Что тоже равно там примерно, наверное, 80 рублям, может, 70, да. Мы такие, да, сразу. Но так как мы ехали из Болгарии, мы заплатили 2 лева. Ну, специально монету 2 лева сохранили, подъехали, отдали и поехали дальше. В общем, голопом по Европам, по этому замку Бран пробежались, погуляли, и быстрее уже надо было ехать на ночёвку. И мы ночевать приехали, я планировала, что мы приедем часов в 10, там в 8, с учётом того, что там нагуляемся, и в 8-10 вечера должны были заехать. Но заехали в час ночи. Да, там потом дорога пошла отлично, и начало прям вырубать прям то это самое. Думал, вообще остановиться поспать. Ну, что ж, будем заканчивать или ещё поволчать? Давай закончим уже. Ну, что ж, друзья, пока мы с вами общались, мы уже наелись. Беляшей получается очень много, они нежные, сочные, безумно вкусные, рекомендуем на 100%. Ну, а это видео будем заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И комментарий какой-нибудь хороший напишите или анекдот. Нам очень приятно с вами общаться, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите ещё, увидимся снова. Пока-пока.